добрый день всем ребятки мы со Стёпой и с Витей дома Степан как всегда отдыхает у себя это у него теплое местечко Витя как же он на печь пошел Степан на печи короче вот так вот он себе отдыхает да Стёпочка мы были на улице прошлись прогулялись Стёпку накормили он довольный когда мы дома хвостом машет я вам обещала как-то показать расцвёвший свой цветочек декабриста или рождественника почему-то он пока один вот такой красавец я его даже боюсь шелохнуть поскольку знаю когда цветет рождественник его нельзя с места сдвигать и переставлять не дай бог на другое место он теряет цветы откидывает их все и в этом году уже не зацветет вот такой он капризный кстати есть такой цветок ребята кто знает не знаю его название но его в народе называют недотрога я сама была свидетелем и видела короче растет обычный себе цветочек зеленые маленькие красивые листики вот но стоит к нему чуть-чуть дотронуться пальцем эти листья все сразу опускаются вниз как знаете как уши у Спаниэля шухух резко вот и упали и где-то так через часа два-три он снова возобновляется и подымает свои листочки представляете вот такой он чувствительный цветок почти как рождественник то есть я его боюсь даже стёпу сюда не пускаю чтобы он не дай бог его не тронул потому что цветок но настолько красивый настолько нежный переход цвета и яркий такой классный но пока других нету может быть потом тот отсветет следующий придет не знаю пока так но я очень хочу дождаться еще хотя бы парочки да и стёпка ждет да ждешь сынок вот такие ребят дела лианы также продолжают у меня расти потихонечку подают по одному по два листочка хотя и этим лианам уже очень очень много лет вот они такие красавицы на потолок пошли 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 и уже буквально уже переходит во вторую часть потолка то есть крутят крутим крутим мы их такими красивыми с завитками вот любуюсь любуюсь цветами я их очень очень люблю пускай растут когда цветы в доме как-то и дома живает сегодня дочь младшая ездила по делам снова в тот город где мы часто скупляемся в магазин катран и так далее это она ездила я попросила снова накупить вот таких вот курочек вот короче за 4 за 4 курочки получается 200 гривен вот такие они красунки видите они разрезаны по хребту получается это их с них очень хорошо делать цыпленка табака также на бульоны и я считаю это очень выгодная цена главное что они идут не в заморозке они такое холодное сбережение в холодильниках но они не заморожены я сейчас их помою пооббираю где там чего не нужно и по одной штучке переморожу в морозилке так знаете как находка например быстро надо приготовить ужин или кто-то к нам в гости идет или просто самим поужинать раз его и в духовочку она быстро быстро готовится и при этом очень вкусная не сухое такое получается филе куриное если берешь обычную груди грудку до куриную то она ну чаще всего сухая а в этих курочках она такая ну сочненькая скажем потому что они молоденькие вот и вчера мы купили свите кофе не знающие не пробовали будем пробовать но судя по вот этим точечкам написано миксность то есть их 5 штучек обсмажены для эспрессо вышуканный миксный смак кава натурально смажена в зернах называется неро не знаю что за фирма что за кофе ну попробуем я же говорю мы не сильные кофеманы но раз в день я люблю попить кофе но завариваем его сами помните в кофе в кофе-машине да кофеварке господи кофеварке не в кофе-машине вот и поэтому ну попробуем потом когда снимем пробу я вам расскажу какое-то кофе его стоимость всего лишь триста двадцать гривен потому что везде цены сейчас уже больше 500 гривен и в сельпо и в тб и во всех магазинах я так прошлась а рядом у нас есть магазин лиза вот и там вот такие цены думаю попробую килограмм триста двадцать гривен и судя по цяточкам этим кружочком вроде должно быть митсне потому что я люблю такое чтобы она была с горчинкой с хорошим ароматом вот такой вот кофе сегодня такой день ребятки я ж говорю моего внука посидели немножко а потом пока немножко туда им все дым уже время три часа сейчас будем наверное что-то покушаем вот ну и день в принципе закончится на улице 3 градуса но такой ветер скажем и такой он пронизывающий прохладный холодно поскольку я ж говорю уже хочется прямо и перчатки одеть а тут живут мои любимые бабочки на потолке любимые короче я рисуюсь своими цветами не первый раз уже показываю но может быть ново прибывшие люди на канал не видели цветов и я хочу пожелать чтобы у них доме всегда были тоже цветы ну не знаю для меня это уют какая-то же повторяюсь дом живой когда есть цветы вот такие дела ребятки а когда расцветут орхидеи будет вообще чудесно расчудесно но тогда я вам и все покажу сегодня с утра у нас тоже ребята выключили видят с 9 до 12 до с 9 числа с ней резко так выключили свет ну а потом я уже в телеграм зашла прочитала то есть будет у нас тоже веянное отключение света вот по по всему городу интересный сегодня был комментарий не знаю что это сарказм шутка или действительно люди настолько бывают злые когда кому-то хорошо кому-то плохо написали что за непорядок у вас тепло и есть вода и есть свет не знаю не знаю вроде как хочется думать о людях лучше а тут вот такой ну не поняла вашего комментария если это шутка то очень хорошо а если сарказм то неужели человек состоит из таких значит черт характера чтобы вот так вот уметь язвить я даже не знаю по моему животное наверно добрее наверняка добрее ребятки и все-таки о хорошем хорошие идут сегодня такие значит праздник сегодня да но опять-таки поздравь опять меня скушает короче кто празднует всех с праздником кто не празднует бог вам судья мы празднуем именно душевно я поздравила всех кого считаю нужным у нас есть очень много друзей знакомых детей кто защищает нашу страну и есть скажем так от души защитником отечества своего где родился где живет и будут жить и дети и внуки и правнуки вот такой вот праздник я же говорю кто празднует всех с праздником кто не празднует бог судья и все равно мы на доброте все равно как бы нам колкости какие не писали на канал и мне и видите и обзывают видите я все равно улыбаюсь и не дождетесь ребятки потому что наш канал есть позитивный канал мы показываем всю свою жизнь иногда бывает грустно но все равно я вам пытаюсь поднять настроение поскольку ну считаю себя немного умеющей поднять настроение почему я этим и занимаюсь тем более я когда с вами общаюсь мне самой от этого хорошо когда я увижу комментарии прочитаю все что нам пишут себя увижу со стороны думаю тю не знаю бы эту женщину я тоже улыбалась ну а когда видите еще возьмет гитару вот это вообще обалденный позитив так что сколько бы нам не ставили по пак этих палок в колеса мы будем как работали так и будем работать как улыбались и позитивно себя вели так и будем это продолжать а начнется весна и у нас я не знаю что цебуды но я просто наверно дома жить не буду я сяду на свете на наш любимый мотоцикл ему попрем 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 потому что украина настолько красивенная земля настолько красивенная страна что в любое время года можно найти такие красивые места когда начинает природа оживать когда она медленно замирает но когда она буйствует это вообще чудо ну короче у нас красивый животный мир красивая фауна флора люди красивой душой именно красивой душой почему потому что даже но знаете я часто вспоминаю когда мы ехали в бердянск и нас застал ночью дождь и уже ночь опускалась мы и такой был кусочек трассы где нет гостиниц где нет даже но вот такие заправки это там нет ночлежки а мы пытались такое найти но вот бывает такой то едешь они валом их везде то какой-то кусок дороги просто поле степь вот а дождик уже такой я уже видя кажу мы промокнем и тут вот где-то буквально незаметно незаметно такая вывеска армянская кухня я говорю ведь ну давай хоть покушаем а там будет видно пока я там чего-то заказывала и просто знакомилась с красотами теми ведь я уже познакомился с этим парнем который держит это кафе вот а потом нам накрыли дали нам вкусный харчо я рассказываю повторяюсь ну простите повторение она вроде как мать учения да и подали нам лаваш подали горячий кофе вкуснячий вкуснячий суп харчо с кусками мяса вот мы покушали все и а потом мне витя говорит лена тут ночуем я вообще говорю как так что такое что случилось а на улице просто ночь и льет дождь короче нам хозяин этого кафе не знают по вот вдумайтесь просто первый раз нас видит но он уже узнал что у нас канал уже он к нам подтянулся подключился посмотрел видео с гитарой все остальное и вот так вот просто-запросто среди ночи он нам сказал вот вам ключики вот там есть рабочий такой вагончик хотите там хотите тут в общем выбирайте себе место ложитесь спать вашу палатку было нереально расставить мы попросились с палаткой ветер был такой что мы попытались с ней побороться а потом решили да нет во первых мы ничего не видим во вторых дождь сыро-мокро грязь и чего нам мазаться и так далее вот и мы значит легли так как нам нужно было мы выспались прекрасно под шум машин представьте буквально на трассе мы засыпаем машины шух 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 гоняют дальноборщики гоняют а мы спим но цель ли нам не романтика вот так вот я была просто но поражена думаю боже мой а были бы мы какими-то ворюгами там но я не знаю какими там с придурью людьми мы могли бы просто-напросто имея ключи до вскрытие их не там же кухня кафешка все дела ну я была у нас тут у нас даже не взяли денег будет я спросил что мы должны за ужин они говорят ничего вы не должны вы можете себе представить я не смогла и мы с витей так сели подумали мы не смогли уехать ничего им не оставив мы то ли 300 то ли 400 гривен мы подложили в то место где он придет начнет работать и найдет эти денежки написали записочку спасибо огромное на обратном пути заедем вот и мы ехали пол пол дороги мы были просто тупо молчали мы впитывали вот это вот все что произошло вот вам и люди в украине представьте а он сам по себе армянин но вроде он родился тут дачи у него папа армянин да и вот вам и гостеприимство вот ар так да если у нас вдруг слышит огромному ему привет таких случаев жизни очень-очень у нас много даже я же говорю я сама училась в севастополе тоже людей не знала люди помогали подсказывали как-то я не знаю видя сколько раз ситуации что но все же бывает в жизни когда ты останешься где-то там ну в такой ситуации что нужна помощь у нас люди отзывчивые гостеприимные всегда помогут подскажут а моя одна сотрудница рассказывала они были по-моему на западной украине и лето жара хотелось им пить и что-то тоже где-то они в каком-то такая лесная зона что мало магазинчиков значит кафешек все остальное они подошли к какому-то дому и попросили попить он говорит щас девчата во первых он им вынес вина во вторых он им дал с собой каких-то пирогов накрутил этих рулетов короче надавал им все конгрит лена ее зовут она говорит да вы поймите мы просто хотим попить водички у нас воду не пьют на этого вина короче она говорит на к это отдал нам с собой еды вина еще потом бутылку минералки это самое и мы тоже так вот тебе и здрасте дайте попить а может вам еще и поспать цепь про украину такие у нас люди добрые ребятки так что я же говорю спасибо вам за добрые комментарии спасибо вам за такой комментарий видите есть о чем поговорить поскольку если бы я не была и важна и нужна в этой жизни эту колкость бы не написали правильно вот а коль есть колкость есть вам и ответ вы мне а я вам добро вы мне а я вам добро так будет всегда потому что добро всегда побеждает зло на этом заканчиваю свое видео вот такое никакое ни о чем но она была поскольку сегодня у нас кушать есть чё есть дома порядок цветы политы хотела стёпу постирать а потом думаю это не зима как-то ему будет неуютно неприятно вижу так лапки чуть-чуть начинает такой серый вид при это сама потом думаю вроде я его ну где-то буквально недавно купала даже видео снимала думаю не буду делать такой значит всплеск эмоций для степана пускай себя отдыхает винтак спырь горненько все ребятки до зустричи и як завжды з вами лена видя и наш любимый кит степан пока пока и